Было бы слишком хорошо, согласитесь, если бы Virtus.pro закрыли эту серию со счетом 2-0. У нас матчи первого раунда нижней сетки. Команда, которая потерпит поражение в этой серии, она покинет турнир. Ну и теперь, когда Митяй в аналитику пришел, если это будут Virtus.pro, то как минимум один человек у нас будет... Спать спокойно. Да, к этому я примерно и вел. Во-первых, привет. Здорово. Мы с тобой толком-то и не поболтали на послематчевой. Мы пока еще заканчивали мутацию форса в Митяя на предыдущей аналитике. Расскажи, как у тебя дела? Мы не виделись... Часов 10? Да, это очень долго. Да, нормально. Это очень долго. Для Омега Лиги это время, которое неподъемное абсолютно. Все, поспать. Спилили трубы дома. В смысле? Пришли мужики, спилили трубы. Ушли мужики. Зачем? Я пока не знаю. Будем разбираться. Но пока некогда, Омега Лиги. Дота не ждет. Дота не ждет, да, это правда. И третья карта у нас не ждет. Liquid против Virtus.pro. Virtus.pro пошли по стопам тех команд, которые в какой-то момент решили, что Веспа можно не банить. И вот они выяснили, что против Liquid это тоже плохая затея. Судя по вашим разговорам, я, сколько я понял, дело было вообще не в Веспе. Отчасти. High-level-ный пёс. Да, вот, high-level-ный пёс, да. Он не Висп. У него есть шары, но они для другого используются. Почему мы так редко видим Ликантропа? У нас же натурально все коры метовые, которые есть, они играют с ориентацией на лейтгейм. А Ликантропы всех наказывают. Я был готов к этому вопросу. Давай. За Мега Лиги я четырежды тебя спрашивал, почему мы не берем Ликантропа. Теперь мое время тебя спросить, а то, о чем ты говоришь, ну, где пруфы? Ищи. Нет, ты ищи. Зачем мне это сказать? Я-то знаю, я считал. Презумпция невиновности. Слышал про это что-нибудь? Да, я невиновен. Черт. Чур не я, получается. Ладно, не, ну, давай попробуем понять. Так, каждый из трех невиновен. Один из трех. Я тоже невиновен. Желтым. Егор виновен. В краже нашего сердечка, как минимум. Да, но при чем здесь high-level-ный пёс? Вот и подумай. На досуге. Чур не я. Он хорош, чертожный. Чур, да, мы столько готовились. Мы готовились, да. Ну ладно, чё, пёс, не пёс, фура не фура. Собственно, у нас, я думаю, баны до висптини. Фура не убрали, насколько я понял. Будет ли он? Фура полная псов? Или о какой-то другой фуре речь? Возможно. Я про то, что в рамках первой карты ВП показали, да, что вот у них все еще есть этот фурион, все еще есть он с ультимейтом, с быстрым арчидом, и команда умеет его реализовывать. То есть ты навязываешь темп не быстрыми героями, типа того же ТБ, но при помощи вот того же фуриона. То есть будут они пытаться снова играть номером один, показывать, что мы здесь главные, и вот именно в виде героев, что вот они сильные, они тебя ловят, они тебя убивают, наказывают, но ты просто не даешь им этого сделать. Пока Дарксир. Это вопрос, да. Моментально Оракл и шоу у нас ТБ от Ликвидов на второй пик будет? Может, антимаг от Ликвидов на второй пик? Было бы, кстати, неплохо, да. Просто, насколько я знаю, Оракл, он, конечно, прикольный парень в рамках линии против ДДС, но потом по игре не то, чтобы прям сверххороший. Ну, типа иллюзии все еще, иллюзии, он их все еще не убивает. В рамках линии-то, ну, не то чтобы полная контра, как бы ДСы каждый день стоят против Ораклов, я думаю, они уже научились справляться. Ну, нет щитков. Там подлезничил, там уилл крепочек, как-то у тебя четверочка есть, который помогает. В конце концов, можно Оракла убить, а потом поформить линию. Просто у нас было пару моментов, где вот похожие были лайнапы, то есть Оракл плюс что-то, против Дарксир плюс что-то, и Дарксир, допустим, много играли против, допустим, Сикрет или типа того. Просто остались на линии, стояли до упора, и в итоге Бега и Дарксир, там, четыре крипа. Ну, к таким вопросам есть, которые умеют... Да, вчера мы видели тоже, чуваки взяли Дарксира, другие чуваки против них взяли Антимага, Дарксир левел 4, Антимаг левел 6. Ну, я понял, да. У Дарксира игра закончилась. Да, там была аннигиляция, хорошее слово. А вот здесь Шаду Демона взяли как раз-таки против Террористического Антимага или Трорблейда. Вот Цемент остается тем же у Virtus.pro. Уже третью карту подряд берется Шаду Демон. Действительно, хай-левельный пёс против Шаду Демона это великолепный персонаж, особенно если Шаду Демон не качает яд, что он делает каждую игру на протяжении всей лиги. Думали-думали, придумали Войт Спирит. Вообще, я подумал, что это очень похоже на Дарт Виртус Прот четырехгодичной уже давности. Да. С Лордара нам еще четверочку. С Лордара под связочку, да, под связочку. С Вена на Керри. Или пятерочку Дизраптора взять, Керри на Укс Сирену и поехали. Прямо очень похоже. Кстати, Нага Сирена отлично бы заехала против этих двух ребят Орка Войт Спирит. Вообще, довольно редко мы её видим. Мне кажется, Артитий играл какой-нибудь. Да, вчера была Нага. Вчера наива была Нага. И они выиграли, кстати. Ну, увы, только вчера. Я просто только сегодня читал, как говорится, про Na'Vi. Собственно, после их поражения от Five-Man'ов. И очень много было сравнений Кристаллайза и Наива. Что вот, если взять их где-то в абсолютном вакууме, то Кристаллайз всю лигу деградирует, а Наив эволюционирует. Потихонечку, полигонечку. Не соглашусь. Не всю. Я сегодня второй день смотрю, за ним всё, тот же старый Айбек. Нет, всё здорово. Просто когда-то, наверное, вообще одним героем на этой лиге, а теперь у него, то есть там, вот видишь, Нага Сирена, то вот он на щёкунг герой бегает. Ну, кстати, да, Нага Сирена, действительно, это плюс к пулу, потому что до этого у него стандартный пул героев Кристаллайза, вот это вот, ХТБ, Антимаг, ПЛ, Морф. Жёсткие хардкеры. Одинаковые герои, которые бьют крипов. Одинаково бьют крипов. То есть, как бы, геймплей, там, моделька другая, там, скиллы ещё зачем-то дали этим героям. Непонятно. Антимага, кстати, забанили сами ВП. И Фуриона тоже. А Савена забанили? А где такие? А, ну да, Савена забанили, или и Фуриона? Себе же, да, получается? Вот именно. Ну, бывает. Нет, Савена забанили, чтобы себе взять Фуриона, а Фуриона забанили. Такие, эх, но Фуриона забанили первее. Так что тут я сломался. Да, есть вопросики, чем они будут это подкреплять, потому что, опять же, вот я смотрю, Ликонтроп, ну вообще, ну, ура. То есть, можно будет на закрывающей этой стадии его. Пока всё ещё, да. На закрывающей этой стадии на четвёртой пик себе взять. Нет, на... В этой стадии ты не закроешь. На месте, что на свой, не третьим для себя, а четвёртым. То есть, на своей последней второй стадии. Чтобы противника было два героя. Ну, нужно увидеть ещё одного героя, который плохо против Ханевельного Пса и взять. Ну, опять же, у них уже Оракл Вод Спирит, то есть, два героя, которые довольно активные доты могут показывать. Они завязаны на больших кулдаунах особо. Ты бегаешь, у тебя две обилки Оракла. У них есть урон, чтобы делать киллы. А на двоих им, в принципе, может и хватить урона. Вот у Шадоу Демона без третьего скилла урона не хватает. Это точно. И вот у парней, как раз у аналитики, вопрос возник, почему играют Шадоу Демоном без третьего скилла. У тебя есть версия, а? Лениво стакать. Тебя просят стакать. Ты говоришь, у меня клик-клик, и Шадоу Поезда не вкачат. Ну, это, кстати, хорошее объяснение, да. Ну, кстати, вообще, да, чисто для стаков, но уж если не хочешь качать, ну, чисто для стаков же удобно. Ну, типа, да, пошёл, где-то там стоишь с линией, просто бах влево два раза, или вправо, с мягкой линии. Ты мимо проходишь, и ты делаешь не один стак, а два. Или даже три, если ты мастер этого героя. Я видел про четыре, но эти истории, они зарабочены вовремя, все дела. Где-то я, знаете, я пришёл, и вот что-то похожее на экране было. Вот спирит, энигма, где-то я всё это уже видел. Пёс всё ближе. Я уже этот, слышу его, ой. Тогда давайте думать над героем для ВП, чтобы уже закрыть пса заранее. Превентивно, да, закрыть этого пса. Свена сами себе забанили, который был бы неплохим против пса. Герой, который типа его кушает, или нападает первым, или может постоянно нападать. Курса, кстати. Курса норм. Из таких героев. Лавстиллер, наверное, сколько-то. Лавстиллер вообще, по-моему, абсолютно не герой против собаки. Особенно сейчас. Ты заходишь на лоу-левелах, условно, влезаешь в некра, вылезаешь из-за некра. Да. Типа ему сильно хуже, ты на фулах вроде как. Ещё и медасик, если купить, так вообще. То есть ты именно как-то вот заранее половину проблемы решаешь, а дальше уже можешь воевать. Опять же, на плюс-слотах армлетик тут, кусочек там денег каких-то там нашел, гизор купил, и вот уже съедаешь его. Как вариант. Откуда он только возьмёт себе плюс слоты? Интересно. Да, это... Потому что фарм это не... Это хороший вопрос. На экса нет скорости фарма никакой. Опять же, герой, который будет просто ходить убивать с первых минут. Ну, эмбер какой-то. Ну, типа, да, ездить по линиям. Ну, что уровень, а вот это всё прочее. Господи, что я сказал? Бэхолл. Да, нормально. Ничего, нормально. Простительно уже сейчас. Клакбер какой-нибудь сейчас вылезет, нет? Ну, эмбера взяли, чтобы бегать. Причём, это герой, я понимаю, для ЛТВ. Лон Друид. Там же Лон Друид был в бане в первой фазе, да? Левелного Псана, хайлевелного Медведя. Да. Зачит, довольно интересно. Другое животное. Чуть попроще играть всё же, мне кажется. То есть он не так наказывает. Если ты вот провел первые 10 минут, ещё можно вылезти с Лон Друидом, с Токотром сложнее. Но стоит признать, что эти герои, что в ВП, они Медведю не делают вообще ничего. Всё так. И Медведь — это Койква, который сумасшедший на нём. Он всю жизнь свою играет на этом герое уже 7 лет, наверное. А живёт им... А ему, кстати, 7 исполнилось на днях. И что теперь в ВП делать? С Лордар четвёрка, чтобы вешать минус армор на Медвежонка и пытаться убивать его каким-нибудь мидером, рейнджовым. Нет, ровно один вопрос. Медузы. У Резоли Днюха вчера было или сегодня? Сегодня. Хороший подарок могут сделать. Могут. Чтобы отдохнуть, да? Выходные выходы, да. Вот, взяли Морфа, и получается... Слушай, если ЛТВ Морф, а не Эмбер Спирит, то это немножко опасно. Вот так, да. У меня тоже мысль была на драфтех прошлой карты. Я всё вёл к тому, что АЛТВ, если от него зависит игра, и он не на Эмбере, то это уже... Звоночи, да. То есть получается чуть хуже. То есть на Эмбере у него... Мы начинаем волноваться за его, потому что его винри типа на Эмбере, и на всех остальных героях, да, то есть как-то вот страдает он очень сильно, и здесь опять же непонятно, то есть будет ли Вован исполнять Эмбера, или будет всё-таки Вован на Морфе бегать? Посмотрим, у них Ластпик? Нет. У Лик из Ластпик. У Лик из Ластпик они в теории могут поставить и Эмбера, и Морфа на любую из Винни. Сейчас ещё вылезет какой-нибудь корт-герой, окажется, что Эмбер четвёрка. Но я вижу здесь скорее Лондруида на мид для койку, соответственно, Морфлинг, наверное, лучше в мид поставить, чем Эмбер. Поэтому всё-таки всё будет нормально, УВП, а Эмбер на Эмбере. Я говорю, что очевидно нужно расстоянивать Эмбера как Кэрри, иначе всё плохо сразу. Но у них всё равно ситуация довольно странная, потому что четыре героя есть, а вот до условного шотгана о чем драться? То есть вот заходит Энигма, говорит здорово, Эмбер под щитками, в принципе, что? Она оракл. Может улетать и наносить много для бандера. Да, оракл даёт, и нет щитков. Забанили хайлевельного пса, решили, что с лондруидом ещё и пса возьмут. Но они, наверное, могли. С лондруидом свободен. В целом, да, на самом деле, что мешает, потому что эти герои Собакину ничего не делают. Поэтому даже если вроде бы есть однотипный герой Собакину, Миша, потому что они оба животные, поэтому они однотипные исключительно по этому принципу, ничто не мешает взять этого героя и в соло выиграть, если он может это сделать. А он может против этих героев это сделать. Earthshaker. И моментальный ответ. Были гавновые. Ликвиды знали, ликвиды знали, что хотели, и это всё-таки на первый посеток отправляется лондруид, а нет. Это миги к шарке. Они могут поставить. Они свапают лайн и могут фармить, потому что кое-как лондруид. Но могут и поставить шарка в лёгкую из расчёта, что это крутой герой преддарсира. А крутой ли он герой против дарсира? Ну, из-за того, что я видел последних там много игр года два назад, когда такая ситуация могла возникнуть вообще, то есть это первое у нас появление А ежели поставить Энигму на лёгкую и пойти к этому Эмберу с Лэшморфу? Тоже, тоже можно. Потому что Эмбер с Лэшморф это не самые крутые ребята, когда их приходят где-то бить. Но пока в вакууме у кого, кто драфт выиграл здесь. Давай так, Ликвиды очень уверенно подошли к вопросу этого ласпика, поехали. Когда у тебя стратегия, я ставлю на стратегию. Поехали на Ликвиды. Егорыч. Ты сказал слово в вакууме. Вакуум у Virtus.pro есть, потому что у них DS. Но я согласен с Митяем. Действительно, мне нравится уверенность к ТАС, которые пикали Ликвиды своих героев. Я увидел дрожь, сомнения в драфте Virtus.pro. Я ставлю на Ликвид в этой карте. Смотрим на коэффициенты от наших друзей из Parimatch. Возможно, они несколько иного мнения. 1.8 у Ликвид, это 1.95 у Virtus.pro. Картина была похожей перед началом этой серии, но лишь только с тем отличием, что симметричный. Передаем слово нашим комментаторам и смотрим за решающей картой третьей серии сегодняшнего дня. Действительно, решающая карта. Одна из команд турнира, к сожалению, покинет. И у нас в самом конце наконец-то коллективы добираются до своих главных сигнатурок. Это ЛТВ на Эмберспирите. Это медведь от Койква. Я не знаю вообще, может ли ему... Да, в том числе. Я просто не уверен, что Койква и в принципе можно этого медведя отдавать сейчас в наше время. Но он проигрывал, было дело. Он может сиквит каким-нибудь проиграть, да, там вообще без разницы. Викингам, по-моему, он проигрывал. Это все равно не так часто случается, и он слишком хорош на этом герое. Действительно, Ликвид сейчас, наверное, в более хорошем настроении подходит к третьей карте. Они камбэкнули в серию, они очень уверенно это сделали в ВП, быстро сдались, может быть, психанули. Не знаем, как у них там дела на самом деле сейчас. Но, тем не менее, Ликвид в последний раз мы помним, как это было много месяцев назад на решающей карте в нижней сетке. А ты пять лет это... Я не могу это не понимать. Я прям вижу... Я хочу, чтобы здесь мы увидели что-то подобное. Пусть Virtus.pro победят, но чтобы это тоже было там на час, на полтора, ну, знаешь, такая прям рубка с разменами тронов и так далее. Потому что... Это вполне возможно. Вообще легко, учитывая... Есть медведь, есть медведь, который в лейте купит аганим и эти медвежата от Койкова, которые будут идти ломать там строение там за спиной у соперника, трон ломать. Это все возможно в этой карте. А еще, друзья, есть высокая вероятность того, что эта карта тоже может быть очень быстрой от команды Ликвид, потому что... Ну, опять давление будет. Медведь пушит вышки. Очень классно это делает Лишак, очень классно это делает Энигма. И, опять же, если ВП не соберутся и не будут давать нормальный бой на стадии мидгейма, у них все очень быстро упадет. Стратегия может повториться. Исполнение подобной стратегии, как и второй карте, в третьей тоже может повториться. Поэтому очень опасно играть за Virtus.pro. Сейчас очень хорошо нужно сыграть, прям максимально выложиться. У них есть морфо-шекер, это выйти сильно. Действительно, супер-сигнатурная ЛТВ на Эмберспирити. И вот помнишь, то, о чем я говорил на карте под номером 1? Зачастую, на мой взгляд, ВП побеждают тогда, когда на спейсерах играет ЛТВ, а на жадных корах, таких как Снайпер, Деспрофит, Морфинг, катает на Уван. И у них это прям получается здорово. ЛТВ на Эмберспирите, но он же просто царь и бог он. Один из лучших Эмберспиритов первой позиции получается. И все в его руках. Крипа, Крипа только что пропустил как раз на момент твоей фразы. Всегда, когда хвалишь кого-то игрока, он тут же у тебя на экран начинает фейлить. Это нормальная практика. Мы с тобой как-то подытожили, что быстро могут победить Ликвид, ВП быстро победить вряд ли смогут. Не тот драфт. Есть чем разбиваться. Там РДЖ нет, пушить особо нечем. Там покачаться надо. Там вот хороший тимфайт может возникнуть. Там Блинк на Шейкер, Эмберспирит с быстрым, не знаю, чем Юл, Мурной, Веселом. Я думаю, Весел здесь тоже нужен объективно. Есть какие-то комбинации хорошие у ВП сейчас. Это и Морф с Шейкером, это и Дарксир с Шейкером. Можно красивый и эффективный файт устроить. Ну, а можно посмотреть, как Бокси снова с первых минут начинает играть в трипле со своими тиммейтами. Это сработало на прошлой карте, сработало идеально, и Ликвид не хотят от этого отказываться. Энигма стоит так же, спокойненько, динает. И есть фрифарм. Я не так много, не так пристально слежу за конкретно Ликвид, за развитием этой команды, но если они вдруг выиграют, я бы очень хотел, чтобы ребята в аналитике спросили, что действительно они поменялись ролями, что теперь на тройке играет у них Тайга, и Бокси теперь на четверке амборной катает, причем вот играют так, да, триплой, как в старые добрые времена, потому что это уже третью карту подряд. И это интересно. Порой это получается, порой это не получается, но это интересно. Вот, это то, что я хотел бы узнать у конкретно команды Ликвид. Вот. Если вдруг они выиграют. Не факт, не факт, потому что Морлинг в центре, я вижу, стоит нормально, потому что там душка-то плотная, это команда Ликвид. В основном-то, я тут смотрю, Эмбер Спириты не так хорошо дела идут, Тарксир пока до крипов не добирался, корни тут на Увану в центре срабатывают. Опасно, опасно. Тут игра против Медведя, против Лешака, да, какой-то лишний стан там корни получил, не успел где-нибудь перекачаться, вовремя нажать на кнопочку, могут быстро уничтожить, поэтому тут на Уван должен быть на пределе своих возможностей. Вижу, у Энигмы старт даже лучше, чем на прошлой карте. Войт лучше добивал, Энигма, соответственно, добивал чуть похуже здесь, у Тайги все здорово. Да, он может быть где-то будет фидить эталонами, без этого никуда, но это будет не всегда, и самое главное, что он ждет крипов и старается их подводить к себе поближе. Так, Нуван много урона получает. Опять-таки играет на минималках, что называется. Ну, есть фэйрифайр, понятно, Нуван, конечно, не пропустит момент, где нужно будет фэйрифайр нажать в критической ситуации, но все равно, конечно, кое-какого напрягает. Он старается крипов лучше добивать, соперника дамажить. Так, Зайцын воюет, Сэнсэй не боксит, затем вот Зайцын сможет погибнуть сейчас. Нет, Сэнсэй не развернулся, ушел в центре, но Ван сам агрессию пошел против Койквы. Это ПВП, конечно. На самом деле он Медведя очень сильно продамажил, а Медведь, как мы помним, не так давно был вызван, новый. Койкве нельзя его терять ни в коем случае. Кулдаун большой. Опа, ФБ на Дарксире все-таки. Но у бедняжки Дарксиры дела плохо тут? У меня даже сомнений как-то не было, что Ликвид снова выиграет свою легкую линию, потому что слишком они много внимания ей уделяют, и слишком хорошо у них все получается делать. Ну и трипла. Ну и давайте так еще, да? То есть как драфт у нас шел? Дарксир на ФП, в ответ Оракл все. Про Дарксиры забыли. Ну то есть закрыто на стадии лейнинга Айншеллы это не работает. Против вас стоит просто Оракл, он диспейлит все. Поэтому, ну, резолюшной игры здесь нет пока. Вторую карту подряд у него игры нет. Он на Фениксе ведь толком ничего и не сделал. Было две Суперновы, которые сломали, и на этом все. Ну да, там игра, откровенно говоря, была не очень быстрая для Феникса, чтобы он раскрылся полноценно. Вообще да, то есть и здесь тоже очень тяжело. Пока не появится мека, там, да, грипсы какие-то, пока он не будет хорош в рамках тимфайтов, мы от него полезность скорее всего и не увидим. Для этого крипстат нужен какой-то. Крипстата нет. Шесть крипов добито. И не работает. Так, здесь стаки. Кстати, первый левел только у Бокси. Вот сейчас второй взял. И он тракфилы переложил. Смотри, опа. Чтобы они не сбивались, видимо, да? Окей, интересно. А тут Заяц. Заяц видит. Про стаки все помнят. Бокси сейчас будет на хайграунде его ловить или нет? Нет, отошел. Там скоро руны появятся уже через полминутки. Бокси заставляет сюда стянуться людей и Резолюшн с третьим левелом пошел фармить. Крипов, наверное, правильно сделал, потому что иначе Ликвид бы могли сюда прийти. Бокси просто один в два играет. Ничего не боится. Но Инсени сейчас подтянется. Я не думаю, что Резолюшн что-то сможет сделать, потому что Инсени придет крипов. Он уже сделал. Тут уже все добито. А, окей, тогда ладно. Вот эту крипчика, да, через Фиссуру забирает, что Бокси не смог злосхитить. Тоже грамотно. Пятая минута. Инсени подтягивает, чтобы Баунти просто законтролить. Икспу не получали ВП здесь. То есть они все это пропустили. Крипы далеко умирали от героев. Ну, Резолюшн собрал руну, так там сверху еще собирает соло, бегает, две заберет. Итого три, одну только будут забирать Ликвиды, поэтому по Баунти-контрол чуть получше ВП вот на пятой минуте, что более-менее пойдет. Важно ли это? Ты вспомни, у нас были матчи еще в групповой стадии, когда те же ОУДЖи могли спокойно все четыре отдавать на пятой минуте. И как-то даже в аналитике подмечали, что многие команды сейчас скипают первые Баунти-роны. Они не такие важные, понятно, то есть все ситуативно слишком от каждой карты зависит, где важно балансировать на собирать, где нет. Ну, по итогу, слушай, вот несмотря на все приключения Тарксира, а фарм это у него больше, чем у Нигвы. Да. Другой вопрос, что там и боксы, да, там 3,5 на 3,5, они идут с Нигвой вместе, потому что тоже фарм хороший, опять на Уманкорне, перепризывает медвежонка Койква. Нет, нормально, все, морфинга, 2700 на Творца, поменьше даже у Койквы. Так, обновленные коэффициенты, ну, вот в Ликвид стали верить побольше, все-таки, несмотря на смерть сейчас в Эдспирте. 1,6 на Ликвид, 2,25 на команду Virtus.pro, с фаворитами именно Ликвид в этом матче. Так, ну, хороший вопрос сегодня вот Майл в кулуарах задал как раз, когда спрашивал там, а вообще выигрывали ВП у Ликвид, я говорил о том, что да, по статистике выигрывают, последний матч ВП у Ликвид выиграли, и там корректирующий вопрос был о важных матчах, да, не групповой стадии, а это вот тот самый важный матч. И действительно, дать ответный бой, это не значит, что отомстить в групповой стадии, переграв матч, который не особо что-то решает, да, а вот дать бой тогда, когда это матч на выбывании, конкретно как сейчас. Здесь очень важно собраться, здесь максимально показать сопернику, ну, в общем, кто главный, кто лучше в доту катает, кто лучше ее понимает. Но пока очень крепкое начало, 1,1,7 минута, меньше тысячи преимущества коллектива Ликвид, как его уходит лес, очищать. Понятно, Морфлинг остается пока на линии, купил себе перчатку, два рейсбэнда, бутылка, стики, пока такой более-менее стандартный запах от нована. Но есть ощущение, что у нас достаточно мало фрагов будет там к 15-й минуте, допустим. Никто сейчас рисковать не станет, будут набирать какие-то вещи, шмотки, будут стараться сносить вышки, может быть, без боя. В Ликвид для этого есть все, у них гораздо лучше пуш, Лешрак и Медведь, и Энигма в том числе, сразу триггеру, ВП таких героев нет вообще. То есть им для того, чтобы снести товара, нужно как минимум какие-то фраги зарабатывать и уже численным преимуществом добивать. Но это будет сложно сделать, Ликвид это устраивает. Лешрак продолжает держать первую строчку, очень хорошо начал. Ну что там, я наверное Юл думаю, тревела, фаст тревела, фаст Юл, побегаем там, поубиваем соперника, посносим вышки. Примерно такой должен быть геймплей. Понятно, что тут нет речи о том, что для кого-то надо спейсить. Может для Медведя, но Медведь, я думаю, достаточно быстро и сам наберет. Так, на боксе атака, Дессимулейт уходит на лоу-граунд, получает связку. Так, ставит Риамнант, Заяц думает, как же Фессуру покруче дать, так и не придумал, как ее дать. Как-то руну кое-ква. Заберет ли? Да, забирает. Там даблстаки делает, Oracle только что сделал очередную пачку. Это все для Лешрака, скорее всего. Может для Медведя, но Лешрак зафармит просто быстрее. Еще и ЛТВ убили? Вау. Ах ты, это как? Это с Блэкхоллом, просто в соло тайга. Просто пошел и убил. При том, что рядом люди были, не очень далеко. И так работает? Соло, видимо, из рапшного хроша. Хорош, тайга. Да, это прям супер важный, крутой фраг. Потому что, ну, Энигма, в принципе, то против двоих, то против троих стоит, да? Дарксир-то в лесу, он там камбэкает, понятно, фарм-то у него идет. У Энигмы такой возможности в лес уйти просто нет, он линию держит. А тут еще просто ему фраг подарили. Не на ком-либо, а на Эмбер Спирите. Да, да, да. И посмотри на этого Эмбер, у которого 2 600. Он вообще без денег. Ну, туда. Вот тут Умер. Денай, да. Каждой пачке крипа не хватает, не досчитывается. То есть фрагов нет, хочется играть агрессивно. ЛТВ делает постоянно Эмбер Спирите, но вот пока на старте мы этого не видим. Ну, из плюсов, что не Эмбер Спирит должен эту игру выигрывать, я должен Морфлинг выигрывать. Эмбер Спирит будет силен просто своими скиллами, даже без каких-то крутых вещей в мидгейме. Он вполне тут может людей поубивать. Все для этого будет. Ну, я думаю, что Бессл вот надо купить. Придется, придется. Потому что, ну, я просто вижу, как я себе эту картину. До Медведя нужно добираться. Эмбер Спирита делает лучше всех. Как? У него Флемгард первый щит, Айншел второй щит, еще Бессл набросит на соперника, и есть хорошие перспективы просто сделать убийство на Медведя. Ну, или снести ему львиную долю здоровья. Там за спиной стоит Оракл, который мешает. Тоже, тоже проблема. То есть ты добираешься до Медведя, а Оракл кто будет бить? Оракл будет стоять еще дальше. Здесь добрались до него? Хорошо. Не очень далеко стоял. Классный фраг. Надо еще учитывать, что тот самый Оракл, он диспейлит и Флемгард, и Айншел, он все может диспейлить, вообще активную руну какую-то. То есть в этом плане Оракл, конечно, максимально полезный, если команда Ликвид будет. И в траке он себя должен хорошо раскрывать. Но опять-таки, это все вот какие-то уже обсуждения о будущем. В настоящем у нас фармежках. Набрали героев таких, а про Оракл забыли. Знали наверняка, что Ликвид такая команда, которая может его взять. Так, здесь нападение снова на ЛТВ, но сейчас Блэхола нет, поэтому его отпустят. А вот Соло. Соло должен бежать. Ну, куда он отсюда уйдет? Там еще Микки. Он передвигается в разы быстрее. Станом, правда, промахивается, но Соло будут дышить до последнего. И корни срабатывают. Есть фраг. 3-2 в пользу Ликвид. Симпатичный момент был. Дизрапшн вроде бы, что-то Демон дал, и Медвежонок оторвался от самого основного Медведя и не мог бить. Но, во-первых, понятно, Медвежонок добежал, все-таки смог, скорость хватил. Ну, и, конечно, подстраховал Лишак. Из этого фрага сделать удалось все же. На отсутствие перекачки, допустим. Юл, окей. Станчик. Здорово. С прокаста, если не получилось, перекачку нажал, да, нормально. Но это все равно опасно, потому что в какой-то момент времени не успеешь нажать и перекачку, у тебя Лишак может просто сберстать. Обрати внимание, Юл у него уже есть, вышка уже упала у команды ВП. Ликвид начинают. Начинают, знают. В 10-й минуте они включились и уже начинают сносить товара. Уже начинают действовать активнее. Бокси просто пытался улететь, но хорошо, хоть сбили. Бокси пешком просто пойдет. Нельзя-нельзя отпускать Бокси. Лишний фраг никогда не помешает. Опять Бокси выигрывает время. Снизу там охота на соло. Что по корням, что по корням. Разворачиваются в корни. Да, они денутся. Дизеравшин в себя, окей. Койко включает свою форму. Там Тайгу пытается забрать. С Тайги нет Блэкхолла. Нет, да, Микки приходит. Микки приходит, там очень опасно Микки. Блэкхол скоро будет. О, тут проблемы большие у Шейкер, Далла Хэслэм, но урона просто ноль сейчас будет. Морфинг до конца по Тайгу смог забрать. Появил через секунду Блэкхолл. Просто через секунду. Будь он там поймал бы, он точно. Ноуана тоже сейчас убьют. Он перекачивается на урон. Хватает команде Ликвид. Есть очередной фраг. Слишком далеко заходят ВП. О, нельзя такого допускать. Мы помним, как сложилась вторая карта для команды Бекхолла. Соло, соло. Это был сноубол. И опять этот сноубол, он начинает накручиваться просто. И команда ВП подставляется. И вышка, ты смотри, что происходит с вышкой. Они быстро будут уничтожаться там. Потому что потенциал нереальный просто. Микки надо подойти поближе. Да, вот так. Заяц без Экослэма. Он тратил его. Ой, опять его поймали. Только пришел. Нет, не будут разворачиваться. Ликвид и вышку снесли. Отошли просто. Держонка перехватилась. Но вряд ли это тоже получится. Очень опасно, очень опасно. Нельзя позволять команде Виртуз Проба так играть Ликвидом. Чтобы они спокойно бегали по вашему лесу. Делали фраги. Выигрывали файты. Забирали вышки. Вы же потом просто эту машину не остановите. Микки слишком хорошо раскачивается. Играет через Аркейн Бутс. Без Трэвелов, кстати. Интересно. Не, Микки очень силен сейчас. Он зубно силен. Он будет, да, выходить там потом в Блодстоун, судя по всему, быстрый. Очень опасный. На топ-перетяжках. Команда ВП пробует прогангать. Но там есть Вард. Там есть Вард. На Варде видели ТП от Шаду Демон. Шаду Демон в соло, очевидно, не пойдет. Видит эту информацию о боксе. Просто будет оттягиваться. Да, ну, шикарный Вард. Ну и толку. Опять же, даже если бы они нашли бокс и убили его здесь, вышки уже нет. Ты там ничего не спушишь. У вас три героя тратят время на то, чтобы попытаться кого-то, может быть, добить. Но это всего лишь, опять же, саппорт. Коры продолжают фармить. То есть Ликвид снесли и вышки, разбежались. Их никто не находит. Они продолжают зарабатывать деньги. Вот смотри. Лучше это дело, чем ВП. Поставил сейчас соло Вард. Он понимал, что их спалили, но он не догадался, где. Он поставил в Сантрик раз-два. А вот какой читерный Вард стоит. Крутой Вард, очень крутой. Потом Качтолу пересмотрит реплей, он поймет, как его обнаружили, как и заметили эту атаку. Вон, сейчас этот Вард закончится. Ликвид, видимо, нет планов сейчас на верхней линии что-то придумывать. Хотя там единственная Т1-вышка осталась. За ней рано или поздно выехать придется. Резолюшн. Что у него? Мека. Мека. Хорошо, хотя бы есть уже здорово. Там Медведь после Мома собирает Дизоль из того, что я увидел. Дизоль – это возможность еще лучше работать по героям соперника, по вышкам. И самое главное, конечно, Рошана быстро можно будет забрать. До Дизолятора остается там, ну, несколько сотен. Семь сотен буквально. Я боюсь просто, что герои ВП не успеют столько нафармить, сколько нужно, чтобы выигрывать файты. Они сейчас пытаются выиграть файты. Они ищут соперника. На топ не получилось. Теряют время. Пытаются перетянуть сейчас на нижнюю линию. Среагируют ли ребята из Ликвида? Да, моментально. Это ТП. Но они читают. Они читают. Вот если уйдет Койква, это будет просто... Ликвид лучше двигаются сейчас по карте. На порядок. Надо поймать Медведя. Он не успел уйти. Вот сейчас Телепорт делает. Телепорт же делает в пустах. Опять премия потрачена. Четыре героя команды ВП бегают, не фармят. Четыре! Медвежонка не остановили. Все ушли. Но главное, что фармят на 1. Просто посмотреть сейчас, как двигался, например, Шаду Демон. С базы Телепорт на тир-1 на топ. Пробежка поставил в центре. Ничего не нашел. Сверх и линии перетягиваются вниз. По всей речке, грубо говоря. И ничего опять не находят. Расставляют варды за своей территорией. Ну, то есть, это потеря времени, очевидно. Вот у нас в 15-й минуте 9 киллов всего лишь. Как там Орф. Превратился в Лешака. Опасно. Ой, Нуван! Нуван! Нуван, нуван. Сразу пипы пошли. Это ошибка. Это ошибка в исполнении. Ой, нуван. Плывут, что ли, в ВП? Я не знаю, что происходит. Собраться надо, собраться. Ну что это такое? Что это за отдача на ровном месте? На ровном месте, да. Он на хайграунде стоял. Его с лограунда цепляли. Это жесть какая-то. Ликвид. ЛТВ, ЛТВ. Тебе это как? ЛТВ. Ну, здесь-то нельзя ошибаться тоже. Если и второй погиб. Нет, нормально. Ушел. Хорошо. Там Фочун Цен. Потому что и стан для Шака. Попадись под что-то. Не успев нажать рем. Ну, под пятнадцатого они руны отдают. Ладно, три одну заберет. Он в наглую идет. Просто Шейкер воровает. Собрал Заяц. Но фраг на морфинге. Три баунти руны. Преимущество три тысячи. Микки начинает работать. Потер один вышки на топе. ВП пока потеряно. ВП просто потерян на этой карте. Их нет. Мы их не видим пока. Где фарм? Где ганги? Где драки? ВП? Где что-нибудь? Вижу барабан на ЛТВ. Не вижу киллов. 1-1-1 КДА. На шестнадцатый минут мало. Для спейсеров. Даже на своей сигнатурке пока ничего не получается. Но Ликвид лучше двигаются в макроигре. Они пока превосходят команду ВП. Это факт. Ну, вот куда бы Соло... Без рабши на себя, что-то... Солюзием пытается на фарм. Куда бы Соло не перемещался, всегда готовы к этим перемещениям Ликвид. Тут не может Шаду Демон начать, не может напасть. Не может показать героев своим тиммейтам, чтобы прыгнул первый, допустим, меймбер. Кого-то чейнами зацепил издалека, да. Шекер, понятное дело, ищет тоже позиции, чтобы потом влететь. В первом не может заходить. Опять смотри. 3-4 человека у ВП в центре. Пытаются подойти к вышке. Но не дадут эту вышку вовиду. Снова Микки. Снова ловит цель. В этот раз Зайц. И Зайц в секунду просто погибает. Дальше можно гнать остальных. И только бежать команда ВП может. Жесть. Ликвид красавчики, конечно. Ликвид круче сейчас. Окей, окей. Но есть Морфлик. Есть Морфлик. Он фармит. Он фармит. 7200 инфорс, более-менее. Там я видел Гост Септор. Выход будет в Азерил Блэйд. Попробует скомбинировать с Шаду Демоном через Солкейчер. Давать прокасты, делать минусы. Но коэффициенты, конечно, просто обескураживающие. 1.23 на Ликвид. 3.9 уже на ВП. 3.9 на победу Виртуз Про. То есть, понимаете, насколько не верят сейчас. Команду ВП в победу в этом матче 6 кауза. Но вот ничего не происходит. Оверфармит Ликвид. Просто оверфармит. И мы это видим. Эта тенденция, она продолжается. Ничего на карте не меняется существенно. Пока как будто вторую смотрим. Второй раз. Просто реплей нам включили. Другие герои. Но почему-то происходит то же самое. ВП. Пока бой дать не могут. Теряют очередную вышку. Судя по всему, снова без боя. Сами разменяться попытаются. Но там имберспирит в центре. Он не запушит. Не хватит силы. Снизу там попытка вот перехватить. Это изолюшн невидимость. А что он здесь придумает? 1.0. Ну да. Просто пекли. Что делать надо? Видимо, ВП хотят подраться. Микки снова заходит в наглую. Слоу граунда. Нападает. На кого нападет в итоге? Димоник Порш. Попробовать забрать Микки. Надо через Димоник Порш. Но нет, нет. Не можно. Тут он будет убивать всех. Да, минус соло. Мега тил уже у Микки. И просто бежать. Все остальные драться уже не могут. То есть Микки один. Слоу граунда. Слоу граунда заходит. И гонит их всех. Еще и убивает одного. И сразу же Рошан для Ликвид. Там с Дизолем уже Медвежонок. Там очень быстро Рошан будет умирать. Виртус Про, ну пора включаться. Надо хоть что-то сделать. Потому что так две подряд проигрывать нельзя. В решающем для себя матче. Нет команды. Нет команды. В общем, потому что после второй карты просто пропал коллектив. Жалко, это не Бестафан, да? Здесь Бестафан, да, помог. Вот. Попытка влететь. Эмпер спирит. Плохая попытка. В этот раз не на станы на Ремнан. Поймали еще круче. Но вот, кстати, хорошая комбинация. Застянули. Есть и Хаслэм. Может урона хватит хотя бы по боксу, но это всего лишь бокси. Там Фейтс Эдикт от Оракл. Шикарная игра от Инсении. Он просто спас. Блэкхолл поймать. Нет, Эмпер спирит. Не поймали. Но он после байбека. После байбека Ремнан получает на дырт Ликвиды, потому что много здоровья потеряли. Никого не убили Виртус Про. Потратили байбек, потратили прокаст Дарксира и Шейкера и никого не убили. Ну, Инсении просто дал Фейтс Эдикт и передал привет команде Виртус Про. Шикарная работа. Морфлинг. Морфлинг. Нормально. 8 тысяч за Ликвид. Ну, Ван, надо еще качаться. Из Эрила здесь не хватает, чтобы убивать соперника. Инсении реагирует, дает Фейтс Эдикт. Из Эрила ты никого не убиваешь с прокаста своего. Нужны шмотки там. О, хорошо. О, сейчас было круто, но Ван, дальше, 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 ловить Бокси. ЛТВ идет вперед. От Флэмгардом получает резонант пульс, получает Малифайз. Тут же ставится Дизрапшн. Морфлинг хорошо сыграл, превратился в бойцпульс. Бокси тоже убивают. И дальше можно Инсению гнать. Главное, чтобы корни не сработали, но они срабатывают. Ну, нет, попытались в Ликвиде суббить конкретно. Крызут, крызут, и ЛТВ много урона получает. Не хочет близко подходить Койко сам. Боится, боится дистанцию слишком сократить до соперника и подставить самому. Хороший два фрага. Вот, вот, вот это и нужно. Где-то поймали одного, с прокаста убили. Лишак здесь явно недооценил свои возможности. Там очень много золота за него получили. У него ведь стрик был. Там около пяти сотен получили, по-моему. Прилично. И отыграли моментально ВП. Две тысячи. Сразу же стягиваются вниз, где стоит вышка. Ее тоже можно спушить. Да, но только Рошан бы не упустить в этот момент. Это да. Что они бегают? Они ищут кого-то здесь на дефенсе. Думают, что герой какой-то прилетит защищать вышку. Они нападут. Лафринг первый показывает. Остальные за его спиной. Такая байт. Ну, тут спалились, да, дизрапшин. Понятно. Ну, ладно, вызываются иллюзии. Ну, и Ликвиды сюда стягиваются. Видимо, защита будет. Там Глиф есть, если что. Боксик готов. Перехватывает. А Глиф нажали. Пятерка ВП готова. По идее, тоже файт дать. Знает, что Блэкхолла нет. Севершор от Койквы. Резальшор успел баунтеру перехватить. И две на топе. Можно брать. Да, туда летит уже, но ван. Или нет? Да. Вот он прилетел. Еще одну забирают. Можно сходить и за третий. Немножко и Ликвиды тоже потерялись, да, чуть-чуть. После этого момента в центре. Так что-то перемещаются. Уже не очень понятно, что делать. Страшно. Очень страшно. Они просто увидели слоты Морфая и побаиваются его теперь. Есть Мидас у Тайги. Нажимает. Дальше БКБ. Ну, такой будет Энигма, рассчитанный именно на Блэкхолл. Дать хороший Блэкхолл с БКБ, с блинком. Так мне нравится, да, там, на 15 минуте. Это получается трижды, да, раскопали? Да. Или там две лопаты, и стоишь с другой стороны. У Драксира вижу лопатку. Может быть, 3-1 было плюс. Раскопали. Может быть. Но когда 5 рун у тебя за один промежуток времени, это очень много. Ну, то есть, видишь, как Оракл играет. У него эссенс ринг, если будет нападение, чтобы живых осталось. Но когда драки нет, и кулдаун на лопату проходит, он его ставит и копает. Ну, и стоит отметить, что Ноуан вышел на первую строчку по Нетворцу. Все, он лидер, он обогнал Медведя или Шака. ЛТВ спустился, смотри, куда. Еще дальше. Куда уже дальше-то? Ну, он выкупился. Он выкупился. Ну, Бэйбэк, или несказалось? Он даряет по экономике, понятно. Ну, понятно, что у него, как бы, его роль остается такой же, да, какие бы слоты у него ни были. Есть Молнии или Джевелин, да. По большому счету, для того, что ты делаешь, разницы нет. Вопрос только в том, сколько ты урона можешь дать. Наверное, если у тебя идея просто зафиксировать соперника, да, помешать, чтобы на себя какие-то спылы вытягивать. Вот он Блэйхол на себя вытянул. Это довольно важно все-таки. То есть, для этих целей не важно, есть ли у тебя там Молнии сейчас, или просто у тебя Джевелин. Просто минут через 5-7 понадобится слоты на выживаемых. БКБ какие-нибудь или что-то еще. Просто, чтобы жить подольше, потому что на тебя не будут обращать внимания. Тебя убьют за стан, и все. И вот он Рошан. Снова ликвид пытаются зайти. В этот раз может получиться, но ВП прожимают смок. Очень важный момент сейчас будет. Главное успеть просто, да, потому что скорость убийства Рошана. Мет-1 бьет. Ой, дабл дамедж, дабл дамедж. Е-е-е-е, инсейне. Не хочет, конечно, сам брать. Микки, а тут ЛТВ. ЛТВ забрать. Нет, не получится. Ремонт, опасный ЛТВ, опасный ЛТВ. Стрампшут, хороший соло спас. Димоник Гурш. И Блэкхол, да, шейкер, хорошо. Заяц, как ты там оказался, Заяц. Ну там нету, нету же БКБ на Энигме. Ты должен сбивать. Ну Дизрапшин был использован на защиту. Куда ж ты, Заяц, под Блэкхол, ты лезешь? Какой же Энигма умница, конечно. Ну потрясающий. Так поймал момент. Жесть. Да, потрясающий игрок. Ну они, да, вот эта вот замануха с АЛТВ, там Аберспирт кинули спасать. Я все понимаю, но позиционка. Это было еще круче, чем тогда с Хроносферой. Да, согласен. Это было важнее гораздо, чем тогда с Хроносферой. Потому что здесь, как только ВП начали немного отыгрываться, как только готовы уже сами были файты навязывать, все вроде неплохо складывалось в последние минуты, но тут на тебе и Ликвид снова все это переворачивает и снова отрывается очень сильно. И по деньгам, и с Аегисом теперь. И остановить их будет крайне сложно. Потому что сейчас руки развязаны, можно идти ломать на два вышки. Все это будет происходить очень быстро. А у ВП только один боеспособный герой. Ну максимально боеспособный. Все остальные, к сожалению, уже по слотам не вывозят. И только за счет своих каких-то способностей могут что-то придумать. Но опять же, идеальные комбинации давать, это не всегда просто. Ну не просто. А где легко-то? Ну ты играешь против сильной команды. Тяжелая игра, что надо стараться. Что поделать-то? И с этой карты надо пытаться, скажем, вот сейчас, может быть, Микки забрать с раскаста. Убить без Ахэслэма. Ахэслэм дали, таки допиливали. А Егис выбили. А второй раз будут? Второй раз нечем. Ну без Агрилл-цушку потратили. Ахэслэм потратили нечем. Оракл там уже подтянулся. Он будет защищаться. Ну хотя бы так. Ладно, выбили Айгис. С другой стороны, опять же, да, вот эта информация об отсутствии Ахэслэма, это прям ликвидом такой знак. Вперед. Там дефенса нет сейчас. Там только максимум можно, ну, встрять под стенку и волуфрепликовый вакуум. Ну, не торопится. Ликвиды. Наверное, да, наверное, стоит и Блэк Холл подождать, там БКБ на Энигме, да, там уже потенциально вообще спасать и контроинициировать будет нечем. Максимум, что Солос может Дисрапшн дать свой тиммейт спасти, если будет в хорошей позиционке. Вэт Спирит, Аганим там, да, какой-то добирает себе. Ну, то есть есть куда-то... Аганим это очень сильно. Прыгнуть куда-то в спину, в Шадоу Демона, в Шейкера, в Дарк Сира, в конце концов, да, в кого угодно, этот Аганим на Вэт Спирите будет решать. Вот сейчас интересно, интересно, интересно. Сейчас в боксе надо уходить. Астрал Стэп, Диссимулейт. Еще один Астрал Стэп в боксе. Пачит урона. Второй не нажал. Да сейчас уйдет, да. Презонанс пульс. Он просто выбил все скиллы, теперь надо бежать, однако Заяц на блинке. Еще Диссимулейт. Хорошо. Как же он их разводит? Как же он их разводит? Аганила преплика. Дизрапшн. Так, ждем Астрал Стэп. Дизрапшн, да, называется? Нет, без слова. Сейчас должно хватать урона? Должно же? Должно же хватить урона по боксу. Да убейте его. Остал Стэп. Убейте его наконец-то. Понимаю. Наберете. Какой же в боксе красавчик тоже. Вторую карту подряд на этом в Вод Спирите. В боксе после второй карты написал такой твит. Нет ничего более... Нет большего наслаждения, чем Баши от Войда, когда ему там прописал. Подряд снизу надо. Ну то есть в целом позитивный настрой, конечно, на боксном обиде. Исполняет очень круто. Типы пошли, да, но он... Но он выбил опять... Что он выбил? Кучу времени сопернику. Волуф реплика он выбил. Да он все выбил. БКБ у Лешрака. БКБ у Лешрака. И так просто его теперь, ну, он не убьет. ЛТВ ловит Юл. И... ЛТВ ловит все остальное. Должен погибнуть. И Соло подставляется сам. Хорошо, что спас. Получается, не погиб ЛТВ. Получается, Соло красавчик. Если я не ошибаюсь, вообще, на самом деле, выйти из-под Юла Ремнанта невозможно на Эмпер Спирите. Ну там аналитики, если что, меня поправят. Это, по-моему, это невозможно сделать, каким ты микро не обладал. После Юла ты 100% Ремнанте оказываешься. Ладно, Соло рядом оказался. Позволило пожить немного Эмпер Спириту. Но Ликвид-то нажимают смок и снова готовы идти в атаку. К тому же Медведь-то 2 грызет. Там пара новых ВКБшек 10 секунд. Там вообще бояться особо нечего, да, команде Ликвид. Идем вперед. Ну, тут чуть ли не заход на хайграунд. ЛТВ могут поймать, ЛТВ опасно. А что мешает? Давай так. Что мешает команде Ликвид закинуть хайграунд? Ну, Вакуум и Хаслам. Ну, это все еще. Вакуума нет. Дальше. Все, ну, в смысле нет. Будет? Нет. Как нет? Кто убрал эту способность? О, Вакуум. Вот теперь нет. Теперь есть. Так. Микки. Микки сейчас нажимает просто диаболик. И Койко бьет вышку. Опа, соло, осторожно. Что-то Ремнок не подставил с половиной и запас оттанавливал. Т3 почти упал. Стан морфинга, но здесь урона не хватит. Там перекачка. Начинают бить Койко. Фейт Эдикт. Прыгать нельзя сейчас нюками. Изэрил мимо. Фейт Эдикт. ВКБ до сих пор есть, не нажимает, естественно. Димоник Порш пережил. Ну, отбились. Отбились пока что ВПМ. Ну, опасно. Просто очень опасно. Ликки тоже понимают. Немножко нарушили позиционку. Все, о вакуумах ислам впитали. Попрощались с драками. Максимально аккуратно надо отыгрывать. И темы другим, между прочим. Тут Ишаду Димон должен с Шекером. В особенности Шекером должен стоять просто хорошо. Нельзя под Блэколы Зайц вставать. Ни в коем случае. Был очень важный момент на Рошане. Повторяя таких ошибок нельзя. Ну, повторишь такую ошибку, ты просто поиграешь этот матч. Ты вылетишь. Все очень просто. Цена ошибки слишком высока, друзья. Напомню, что это сетка лозеров первый раунд. Проигравший топ-7-8 и свое участие в турнире прекращает. А команда, которая побеждает здесь, идет дальше. И минимум топ-5-6 уже. Иммортал Омега Лиги. Ставки очень высоки. На 14к уже ведут Ликвиды. Ну, какая-то сумма прям, ну, не знаю. И реальная. Очень внушительная сумма. Виртузправа, опять же, не имеет права на ошибку. Нужно каждый свой файт выигрывать, чтобы цепляться за эту карту. Надо отыгрывать денежное преимущество. Выиграют разочек, отыграют там тысяч 5-6, да, суммарно, с учетом фарма. Уже будет попроще. Проиграют, это сразу двадцатка и минус сторона, как минимум, одна. Скорее всего. Не минус игра, да. То есть за ту драку реально можно все проиграть. Ну, ВП такая команда, которая может и сдаться, если поймет, что уже нет шансов вывести. Эмбера поймали, поймали Эмбер Спирита в центре. Ремнант. Фейтс и Дигбит шанс. Что он здесь забыл? Расплит ушел. В этот раз, конечно, Соло тоже был не очень далеко, но чуть все-таки подальше. Ну, этот Войт Спирит, ну, на Эмбере вот против Войт Спирит так не поиграешь. Да, вот он можно против любого, ну, не любого, большинства набора персонажей. Ты можешь себе позволить. А есть Ремнант, там, Слейт офис нашел, ушел, но он против Войт Спирит. Но очень тяжело доту катать. Ты не имеешь права позволять себе такие выходы, особенно без байбэка. Ну, ладно, тут время респауна. 20 секунд это много. Для пуша Ликвид это очень много. И они заходят куда-то туда, далеко, на Морфинга. И Блэкхолл. Смогут ли за Блэкхолл забрать? Перекачка работает? Хватит, хватит. Хорошо, Соло. Блэкхолл никуда, можно сказать. Север Шор, но Ван просто уходит. Перекачка все еще работает. Башки работают у Медвежонка. Появится Эмбер Спирит. Ну, вот тут, знаешь, то, что Эмбер Спирит оказался настолько нераскачанным, это даже сыграло пулю с Virtus.pro, потому что он появлялся очень мало. 14 уровень, там, 30-ая минута. Как бы, ЛТВ убивая, не убивая. Он восклицает за 40 секунд. Вараки стоят. Вараки стоят. Ждем Рошана, я думаю. Да, Рошана эта игра точно еще продлится. Много слотов очень у Медведя. Там МКБ скоро будет? Да вот-вот уже будет МКБ. МКБ, Башер, Дизоль, Мом, Фейз. Ну, сигнатурка, а что мы хотели, да, от этого Медведя? Наверное, это и хотели получить, да, потому что какой-то не мог показать худшую игру, правильно, на этом герое в ответственной карте. Играет на максимум, играет как умеет, умеет здорово. Против конкретной Койквы это респект, бан. Банить Медведя, не отдавать, ну, потому что, ну, потому что парень специалист на персонаж всю жизнь. Чувствую, карьеру на Медведя катает. Так, раскастный Шака, все впитал, пол-ХП потерял. Эхо-слэм дальше. БКБ есть. БКБ есть, Оракл за спиной тоже есть. Начинает раскастовываться Миккис, очень больно Зайцу. Там под боем, неплохо. Морфинг, опасно, Манта, Севедшор. Но он один против всех. Лишака убили, а Лишака не спас. Инсцения, ладно, как так-то. Хорошо стягивают, там урона может хватить еще и на тайгу, да, это минус 2 от ВП. Дальше за Инсцения, Инсцения. До конца ЛТВ за ним, Орклинг сейчас подойдет. Он там вроде отхилился, Инсцения тоже должен, по идее, погибнуть. За Койковой, за Койковой, Севедшор, правда, не очень приятно. Но минус 3 будет, должно же быть минус 3? Или до конца за Койковой, да ладно, не-не-не, это очень далеко. Лучше отступить немножко и добить Оракла. В итоге Инсцения, Медвежонка, 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 и добить в страйк, Медвежонка, Севедшор. ЛТВ остался, бить, бить, бить. Прошел в период 300-ки, нормально, получилось. Я в шоке с того, что они смогли пробить Лишака, его же вроде защитили, вроде бы БКБ нажал, он просто лопнул. Столько урона там внесли, да, и Морфинг, и Эмбер Спирит, 8300, там практически весь фокус по Лишаку ушел. Лечения не хватило, судя по всему, да, потому что я смотрю, много было флотшин сэндов, пурефайм флейнг, все было использовано, был и фолспромис использован, хватило, шейки по центру и постралу с отбоксом. На две с половиной тысячи отыграли ВП. Все-все-все, там шмотка еще у Морфига, третий артефакт появляется в боевой скаде. И Рошан появляется. Рошан появляется как раз под появление Лишака. Ликвид могут идти, забирать спокойно. Шейкера нет, а даже если будет некто Хаслэма до сих пор, вроде как не должен появиться под Рошана. Как же мало у Эмбера. ЛТВ только поинт. У Эмбера очень мало. Это закуп, я не знаю, какой минуты. До 20-й точно. 9400 на Творс, меньше, чем у четырех героев команды Ликвид. Прямо скажем, недостаточно. Тяжело вот, тяжело тащить. Но получается, даже какие-то файты выигрывают. Ну, понятно, да, там от средних статистик. Это сравнение, я так понимаю. Это с Лишаком сравнение. Разница налицо. Она началась, эта разница с первых секунд. Опять Эмбер Спирита ловит. Бокс идет дальше, звонит. Что-то Демона не позволяет дать из Рапшин. Успел, дать из Рапшин. Дальше Тайга ныряет. Минус ШД, но Эмбер Спирит, Ремнант уйти, постараться как-то сыграть на Ремнантах. Да, получается, но ШД все-таки спас. Отличная работа от Соло. Чейн и дальше по твоим флот. Джон Сэнд. Вакуум Болуф Реплика. Продолжен быть чем-то медикой БКБ. А нет, Эхо Слэма. Некому продолжать. И просто на ровном месте еще одного героя теряют ВП. И, скорее всего, будут Рошана отдавать. Однако... Эхо Слэм пока сейчас появился, да? Да-да-да, только сейчас. Ай, секунда разница. Неужели в тайминг просто не получился ВП? Где же договоренности-то между собой? Если секунда разница, ну, подождай. Да, немножко. Вакуум чуть попозже. Я понимаю, ситуация была интересная. Для того, чтобы вакуум Болуф Реплика сделать. Там из плюсов двух БКБ сейчас нет. У команды Ликвид. Энигма нажимал. Или Шак нажимал. Ну, стенки нет. Нет Дарк Сира самого. Дабл Дэмэдж, Алтэ его находит. Немножко забустит его. На 17К. Даже те самые мини-комбэки, которые делали Virtus.Pro, по экономике их вообще не... Надо больше. Комбэкать надо сразу намного. Идеально комбэкнуть и провести хорошую драку, как была до этого, но сейчас, под Рошана. Чтобы забрать себе Аеги, чтобы Ноуан жил дольше и убивал там людей. Пока он только один. Как ни крути, остальные герои пока не дотягивают. И левелов даже нормальных нет. Какой там левел у Шейкера? 12 есть, я надеюсь? Наверное, должен быть за полчаса там. Чтобы урона было достаточно. Да, 13. Ну что, опять у нас пляски вокруг Рошана. ЛТВ первый. Немножко с Блэкхолом. ЛТВ поймают на Юл. Бокси прыгает. Ремнон поставили. Бокси дальше. Зонит Саленс. Саленс сагоним от Бокси. Баш. Снова он успевает. Тайга Блэкхол. Просто Блэкхол, чтобы убить Амберспирт и есть байбэк. Но у Тайга, может быть, поспешил. Димоник Пуш на развороте. Морфинг прыгает. Начинает бить. Получает, правда, корни. Баш и все получается. Хорошо! Туда просто урона залить Ремнона. Всех убить! Всех! Убить всех! Мяблкил от Ноу Вана. Минус 3. Тайга тоже умрет. Это минус 4 в исполнении ВП. И дальше можно гнать еще и Блэкхол. Пытается тот улететь. Но это минус 4 плюс Рошан. Это комбинация Покчамп Виртус Про. Эхо Слэм под вакуум. То, чего мы ждали. То, что не получилось. Еще раз. Сразу, сразу, еще разочек. Нечего Блэкхол тратить так никуда. И вот тот момент. Резоль пошел, пошел Резоль. Нырнуть. Побежал. Вот он, вот он прыгнул и всех стянул. Ты посмотри, откуда он стянул людей, которые стояли там, за Рошпи, там, подальше. И сверху прыгнули все остальные. Красиво. Вау, просто вау. 10 из 10 ВП. Камбэк, друзья. Самый настоящий камбэк. Но должна быть мстя за январское поражение. Ну, тут просто, знаешь, на морально волевых сейчас. Забрали Рошана. Игис в инвентаре у Морфинга. Камбэк уже 1007 состоялся по экономике. Еще, еще, конечно же, преимущество сократится. Потому что ребята из ИПа продолжают фармить. Пушивают пышку. Может быть, даже доберутся на Тир-3. А может, и сломают Тир-3? Нет? Там двух героев нет. Они без байбэка. Блэкхола тоже нет. Кто обороняться будет? Два спорта? Вряд ли. В один миг все меняется. И Ликвид, казалось бы, вот она уже серия в кармане. Все, ты уже в следующей стадии турнира. Ну, не тут-то было. ВП сумели. Сумели нам дать эту комбинацию. И отыграли все. И при всех нюансах АЛТВ и всех, вот то, что там фарма мало, он ведь свою самую главную задачу по игре выполнил. Он заспейсил. Вот этот спейс от АЛТВ он пошел, впитал Блэкхол. Скорее всего, был необязательный этот Блэкхол. Да, то есть, скорее всего, Эмберспирт убивали и так. Там это уже делало... Или даже если не убивали, но Блэкхол в одну цель, в Эмберспирте, который лоу хп... И байбэк у него был. Да, да, да. Вы не знаете, есть он там, нет этого байбэка. Этот Блэкхол, возможно, стоило бы и попридержать. Есть цели поважнее. Важнее убить, я не знаю, даже поймать в эту секунду Дарксира, поймать, естественно, Морфлинга. Но Эмберспирт, который... Ну, он не нанесет вам много урона. Он может бегать, цеплять, он просто как заноза. Но он не то, чтобы затащит этот момент для ВП. А в итоге получилось так, что он сделал действительно огромный импакт. Накрыло, накрыло. Ну что, игра выравнивается. А может быть, даже уже с приоритетом в пользу Virtus.pro. Я бы сейчас на коэффициенты от паримача посмотрел, друзья. Где там переобувочная? Марфа убивать надо дважды. Дважды. Ну вот раз, кстати, получилось. Очень быстро как-то лопнул. Марфинг. Тарас Тайга вот так, что ли? Еще один Блэкхол есть. Ой, там чем-то сбило. Или нет? Не-не, он нормально работает, работает, работает. И второй раз убивают. Жесть, полторы минуты, теперь не будет ноу-она. И теперь уже Ликвид будут разрывать здесь соперника. Скорее всего, ЛТВ прыгает, пытается как-то отвлечь на себя внимание от своих тиммейтов. Но сыпятся все. Сыпятся абсолютно все. А как? Как так быстро умер морфинг? 3-1. Он у того не знаю, стоит ли. Ладно, без стороны остались Ликвид. Но Ликвид сейчас полностью камбэковит опять. И выходит вперед по экономике, если это важно уже на таком этапе. А там сейчас медведи все спушат. А это ГГ? А это ГГ, а что это 5 секунд? Да ну нет. Хорош. Давай не надо. Они так же быстро. Могут. Надо идти. Идти как минимум сносить линию точно надо. Ой, там смотри какой маневр. Минус игрспирит, минус морфинг. Смотри маневр. Энигма покупает рефрешер. 55 секунд. Ребята из ВП будут уверены, что Блэкхола нет. Он рефрешнет сейчас себе ульт. Выложит рефрешер и пойдет с Блэкхолом на базу к сопернику. И выиграет, попробует выиграть файт у ВП на базе. Пытается сейчас Заяц Крипскипнуть. Сейчас давайте посмотрим, получится ли не получится. Прыгнул. Ой, там встретит героя. Инсене нашел. Ой-ой-ой, Заяц. Ой-ой, Заяц. Там Блэк как? Может, и выживет. Это Плэм дал даже специально. Да, но чтобы не было пуша в тронах. А его и догнать ведь могут. Тут лишь рак уже. Да убьют, убьют его. Очевидно, убьют. Блэкхол у него нет, конечно. Никуда он не уйдет. Но он 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 уйдет, потому что, да, герои там уже скоро успешатся начнут. Заяц. Он уйдет. Глимер. Телепорт 20 секунд. Там за ним даже бегать не стали. Они сопровождают новую пачку крипов. Но время. Самое главное, что выиграл Заяц, это время. Да пойдет, пойдет. Все в порядке. Все. Никакой паники, друзья. Нормально. Жить будем. Морфинг возрождается. Эмбер Спирит 40 секунд. Вот с Энигмой очень интересно. Как поступит сейчас Энигма? Блэкхол. Я прям жду у этой кнопки. Он рефрешнит и выложит рефрешер, чтобы не спалиться. Или как он сыграет? Давайте на Энигму посмотрим. Если есть такая возможность, очень интересно. Да, вот он Энигма. Нет, он ничего не выкладывает. Вот он рефрешер. 20 секунд. Он может дождется. Я думаю, он дождется, чтобы дать сразу 2, чтобы похоронить ВП. Что за качели вообще такие? Какая-то сумасшедшая третья карта. Ну, видно, что решающая. Такая должна была быть карта. Обязана была быть. Здорово, здорово, конечно. Туда обратно. ВП поспешили, судя по всему. Да, как-то вот Морфинг думал, что с Эггисом неубиваем. Первый раз вообще лопнули быстро. Второй раз вроде бы защитились дизрапшеном из-под Блэкхолла. Но все равно вынесло. Но у Вана прям очень легко. Сейчас ему сыр отдал Лэмбер Спирит. Потому что Ноу Вану нужно жить. Ситуация по байбекам, ну, мы сами видим. Там байбека, в принципе, что то и что и другой команды немного. По одному байбеку буквально. Один на Дарксире, второй вводит Спирита. Но Эмбер Спириту бы, конечно, с Шадо Демоном дождаться, когда откатятся все-таки кулдауны на байбеках, чтобы иметь возможность выкупиться. Выкупы очень важные. Бокси. Бокси, прыгни. Там ЛТВ, ЛТВ. ЛТВ принял. Симилейт. Фух, опасно. Чуть-чуть бы там повыше, да? Оп, Эмбер Спирит, снова Юл, Ремнанты. До свидания. Опасно играл ЛТВ, в это раз его не наказали. Зажаты на базе, ребята, из Virtus.pro сейчас. Ну, Ликвиты понимают, что они владеют территорией. Они попытаются сейчас разобраться с крайними линиями, точнее с Тир-2 вышками. Ситуация все равно неоднозначная, друзья. Наверное, наверное, все-таки придет к тому, что мы будем ждать следующего Рошана. В ЭП надо готовить свое комбо. Один раз исполнили, надо еще разок. Такое уже было в первой карте, когда Ликвид разочек исполнили, получилось, затем их все равно победили. Ну, ладно, денежное преимущество уже, я даже думаю, учитывать не стоит. Уже клевать 10 тысяч или 20. Как показывает практика, даже такое можно спокойно в файте перевернуть. То есть получается 17К в минус 1К и на плюс 11, да? Можно график NetForce показать? Ну, не в 1, конечно, но в 1700 там было. До 7, до 6, наверное, да, камбэк или в итоге? Ну, скачок такой резкий получился, да, вот один файт, одно комбо. Опять преимущество будет наращиваться у Ликвидов, но они опять-таки владеют большей частью карты, сейчас собирают большинство баунти-рун, и этого просто пока ВП избежать не могут. Так, чего ждать ВП? Что делать? Ну, надо ловить на шипах, да? У них, конечно, очень мало вижена по карте осталось. Очень мало. Они ничего не видят, они не знают, где соперник. Поэтому и гангать трудно. Гем сейчас у Соло. Можно побегать, хотя бы территорию свою высвободить от вражеского вижена, чтобы было ЧК попроще. Ну и вот, да, кулдан на байбеках проходит, да, байбеки сейчас будут у всех. Да, я думаю, что и у команды ВП тоже, да, все байбеки появятся. Поэтому игра опять-таки от наживки, кто подставится, какие сплы выменеют. Вот сейчас это сложнее сделать, опять-таки, против того же самого Энигмы. Вот на кого-то поймали. Он теперь имеет право на ошибку. Он может просто нажать рефрешер и улетануть еще раз. Вот, вот, да. Та трек, это когда ВП-комбетч или там Энигмы не мог второе БКБ нажать, допустим, да? Чтобы не впитать их слэм. Ну, шаду демон, open frag, шаду шел, девард. Я им, кстати, гема отобрали, наверное, да? Гема отобрали? Он же там бегал с гемом вроде. Нет, гема вводит спирит. А, ну да, отобрали. Заходят на вторую линию. Сборость, конечно, сноса. Доля секунды, сразу минус там. Пятая часть вышки. Так, шаду демон на байбеке. Стан, внезапно. Ноуан, живи, Блэкхол. Ноуан. Шаду демон после байбека. Хорошо сыграно. Блэкхол работает, ноуан БКБ нажимает 10 секунд. И убить тайгу, тайгу, тайгу убить. Нажмёт тайгу, нет, тайга не нажал. После рефрешера он не смог. Он не смог, он нажал, но он не смог нажать. Подожди, надо с Медведем ещё что-то сделать, который разрывает там Тарксира. И баш ловит. Да ладно, Эмберспирит тоже погибает. Байбеки все нажимают команду Virtus.pro. ЛТВ снова возвращается с Айленс. Получил. Нельзя умирать второй раз. Ни в коем случае минус Микки. Хорошо. Дальше за Медведем, за бокси. Медведя замерли. Тайга уже здесь заманивает. Тайга заманивает. Он уже здесь. Лишак тоже на байбеке. Тайга, если сейчас ошибётся, если умрёт. Все 10 живы, но байбеки, друзья. Все 10 реально живы. Морфинг байбек не нажимал, у него денег не хватает. Он БКБ купил просто. Но тем не менее, минус 6 байбеков. Что это за игры такие? Как это всё закончится? Ну слушай, по экономике это выгоднее. Оказались лиг, это 16. Опять-таки, это значение мало имеет. Банфу нужно накопить на байбек. Не хватает 2000. Это много. Потому что Рошан как раз успеет появиться за минутку. А там не было ли что-то связанное, знаешь, типа с продажей ПТ, чтобы купить БКБ и купить сапог после этого? Нет? Не было такой снижения? Потому что видишь просто сапог? Потому что я вижу просто сапог, да. Ну то есть он понимал, что БКБ надо. Но слушай, откровенно она его и спасала. Энигма, видимо, увидел БКБ на морфе. 10 секундная новая. Это что-то драки до предыдущей не было. И решил, что мне, наверное, не стоит тратить БЛЭКХОУЛ. Айлендиско Энигмы. Теперь так просто не убить. Да. Да. Так. All in. Ой, опасно. Ой, опасно. Скоро появится Рошан. А там ведь какой-то шард может упасть. Опять же для Энигмы. Или для Шейкера. И тем и другим здорово зайдет. Наверное, даже круче, чем Аганимы. Да, подметим. Такой ситуации. Или взять нескейп на Энигме. Отзабайтить, да? То есть вызвать иллюзию. Типа таки, ну, у Энигмы же нет манты, да? Это настоящий. Марфа, вот, кстати, тоже есть. ВП тоже могут попробовать кого-то развести. Замануха. Ну, нет, а Квикнинг Чарм есть, да? Понятно, что поэффективнее эта шмотка. Но вот с иллюзией поработать по вижну, на что-то забайтить. Это всегда милое дело. Через 15 секунд снова будут готовы два блокхола сразу. Главное нажать. Да эти блокхолы... Ну, то есть понятно, что мы не надеемся на... Аганим, да, аганим Рошана. Не надеемся на рефрешер от Darkseer, наверное, в этой катке. Рефрешер от Шейкера. Чтобы тоже, да, знаешь, так дважды бахнуть. Ну, смотри, там Рошан появился. Что у него? Аганим. Аганим, да? Все, все. Ну, я тут, я думаю, что и Медведь бы себе захотел, и Энигма себе захотел бы этот артефакт. На Энигме хорошо. Медведь сам купит, я думаю. А зачем? Когда можно взять с Рошана? Ну, просто... Энигма дольше покупать будет? У Медведя, по-моему, с экономикой все в порядке. Он там уже скоро в 15 золотов будет, а где-то. Ну, просто койко в каждой лейтовой игре с Медведем, а играя с Медведем, он зачастую... Так, нападает в боксе очень наглую, в одиночку. Дает на Марфат, он под Сайленсом. Ман тоже использовал. Там Соло недалеко, Соло недалеко. Просто начинает затягивать Блэкхолом. БКБ нажал, да? Он нам пока не хватает. Ну, Ван разворачивается, начинает бить Тайгу, но не забываем, что там есть... Там Шейки взорвался, Шейки Блицбайбека взорвался. Серьезно? Да, Тайга. Вот так вот. Блэкгол второй. Ой, да ладно. Вакуумы все дуле. Живет, живет, живет нормально. Их стянули, но Нуан превращается в Лешрака, его прячут, живет по-прежнему. Все, игра на Нуан, игра на Нуан, Нуан, сможет ли он выжить, и Нигму убили. Не может, не может выжить, и Байбека нет. На ЛТВ не может нанести столько урона, чтобы помочь Нуану, пока его фокусят. Ну, Вану слишком сложно. Ну, как же Шейкер опять погиб? Где ты, Заяц? Где его сдуло? Я не увидел Шейкера. Я хотел его увидеть. Где сдуло? Видимо, где-то здесь. Прикольно. Ну, очень нужна эта... Без Шейкера, да, ты посмотри, он ноль урона, соответственно, ноль кнопок, он только предметы нажимал. Без него никак. ВП смогли скамбэкнуть тогда, когда Шейкер ворвался х-слэмом. Все, это базовая информация, которую нужно знать. Нет Шейкера, нет того самого фатального урона в комбинацию. Тяжело выигрывать файты, когда все время под фокусом морфинг. Нембер Спирита просто не обращает внимания, потому что он не настолько здесь, ну, вот сейчас на такой стадии с такими шмотками влияет, да, на исход карты. Он дает какой-то урон, какие-то чейны. Да всем, ну, честно говоря, плевать. Морфлинг, вот в кого вцепляются. Блэкхоллы тратят. Да, сейв, дисрапшн, да, еще какой-то сейв. Но эти сейвы, они ограничены в своем количестве. 40 секунд до появления морфа. Ликвид не успеет зайти на базу. Аганим, медведь дал. Ну, да. Ну, и бегает независимый Койква. У него еще левелер, извините, да, то есть там с вышками совсем будет беда. Ну, независимый медвежонок. Ну, это прям большая проблема. Ну, то есть, чтобы этого медвежонка забрать, еще нужно будет очень сильно ВП постараться. Его игнорировать нельзя, и в то же время только его бить нельзя, потому что Лишрак тоже колоссальный дэмэдж вносит. Он ВОЕ бьет, и горят все. А убить его сейчас быстро не получается. Энигму тоже нельзя игнорировать. Здесь вот на кого не посмотри, наверное, никого нельзя игнорировать. То есть все огромный импакт дают на любой стадии игры. Сейчас, почти там спустя час, да, у нас все равно три героя. Пять, в смысле, героев Ликвид, они все очень полезны. И саппорты полезны. Нет такого, что кто-то там выпадает. Это не Фурион пятерка, который может там без слотов ничего не показать на такой стадии. Оракла не убьешь, он засейвит. Вот теперь-то не убьешь, он вам Сайленс по всем повесит. Слушай, ну, Вод Спирит, тут типа четверка, номинально боксит тройка, да, играет там, не знаю, как инициатор танка вообще. Он просто прыгает вперед, там. Он первым Сайленсом заставил манту нажать на морфе, вот прям сразу. Вторым Сайленсом морфа накрыл там... Он очень полезен. Да, просто там дал второй... Он везде, в любой ситуации полезен. Он с первой секунды как был полезным, с первой секунды второй карты, так и остается полезным до сих пор. По окончанию третьей фактически, да, карты уже. Одна продолжительная игра у боксина. Да, да, да. Для него вообще ничего не поменялось. Он как должен был влетать в тыл, там, цеплять людей, заставлять тратить на себя какие-то скиллы, так продолжает это делать. Что-то снимаем. Комбо, комбо, давай, Сайленс. И вот он снова, вот он снова в боксе. В этот раз его хотя бы подняли. Хорошо. Оттягивается Сайленс позицировать. Ну, басно падает. Сайленс, жди, жди, жди. Вместе с Resolution. Все, а скомбинировали, дали бой. Медвежонку убили, да, перепризывает. Кое-кое и отходит сразу. Ну, тут все прям вот, ну, нужно идеально отыграть. Других шансов просто нет. Либо играете идеально, либо все, игра заканчивается. Турнир заканчивается. Нир заканчивается. Вступление на Омега Лиги заканчивается. Только идеальный исполн. Я даже не знаю даже, хватит ли идеального исполнения здесь. Ну, мало, мало. Но мы видим, 49-я минута. Ну, вот такая игра у ЛТВ, собственно, когда они играют в жадного мидера, но у Вана и ЛТВ идет спейсить, он очень особо и не фармит. То есть не получается убивать. У него всю карту практически идет четвертый на форсом снизу. Как вот с этой ситуацией быть невероятно таким важным героем, на который будут обращать внимание? Вон, шарт еще. Ту же самую работу выполняет боксер. Только он не занимает слот позиции Коровой, да? Первый. Да? Первый. Он делает все то же самое. Он тоже старается спейсить как-то. Он тоже участвует постоянно в файтах. И слоты у него такие же, только это все-таки не единичка. И разница велика. Ну, тогда, тогда, в общем, придерживаемся старого плана. Есть ноу-1 на морфе. Вот надо разруливать. Надо стараться, надо работать. Так, поднимают Юл на Ремнант. Живо. Винсения рядом. Дизрамшин на сейв. Прыгает Эмберспирит, звонит соперника. Сайленс получает неприятно. Поднимает Юл, подшилцент сбивает Юл. Это плохо. Ушел на Ремнант. Окей, огоним есть. Нормально. Покидали нюки. Ребята отошли. Топ-линия потихоньку пустит. Ну, Медвежонок работает. Там Тир-2 съел, да? Потихонечку. Мы не забываем, друзья. Потому что снизу будет Драка, но поверьте мне, быстрее, скорее всего, упадет Топ. Потому что там Медвежонок будет орудовать. Они тут и вчетвером подерутся спокойно. Ну, в смысле, вчетвером. Классная камера, классная, друзья. Смотрите, Медвежонок. Морфинг пошел Медвежонка останавливать. Эзерил кинул. Там Тир-2 в нем Драка. Может, знает, куда детство нужно возвращаться. Компания помогать. Микки уже, кстати, БКБ нажал. Может быть, на этом как-то выехать. Соло, Соло пытается уйти. Не хочет. Весел, Весел, Соло спасти. Ой, да ладно, сгорел. Нечем спасать. И бараки упали. Надо покупать. Анатопия Медвежонок идет опять. Надо что-то делать, ребят. У вас сейчас база упадет. Морфинг откидывается допчастрайком. Убил Медвежонка, если перепризвать. Надо, надо нового. Ничего пока ВП сделать не могут. Ликвид просто без боя забирает очередную линию. Они так и третью заберут. Впрочем, Медведя по-другому не получится играть в ВП. Все будет то же самое. Вот я помню такую одну игру, где Ликвиды тоже скойкались на Медведя. Они там доминировали, снесли, по-моему, две линии. Чуть не три линии. И одной из команд, вот честно не могу вспомнить, кто он, но удалось поймать... Я тебе скажу, кто. Сикрет. С Матумбой, ДК, с Рэппс. Да, да. Мы с тобой ее комментировали. Да, да, да. Они 30 тысяч летели им. Они 30 тысяч летели. Они поймали где-то на карте в свою пусту. Да, они один раз поймали. Выиграли Драку и пошли сразу в трон. Да, да, да. Была такая игра. Это были Сикреты. Сикреты, точно, точно. И действительно Сикреты там смогли камбэкнуть. 30 кусков отыграли. Такое было. То есть можно, теоретически это возможно. То есть есть даже история. Она не такая и глубокая. Да, это было в пандемии. Пару месяцев назад было. Да, время пандемии это было в онлайне. Это, по-моему, был первый сезон Дотапита. Групповая стадия. Если я ничего не путаю. Вот. Где-то там это было. Но такое было. И в службе они проигрывали. Сбоку пошли ВП. ВП по сбоку пошли под смоками. Что-то придумают. Но ван под БКБ по мигке заходит. Успевают. Хорошо придумали. Вроде как показалось. Но Блэкхолл-то скастован. И в Шейкеров скастован. Который уже свой прокат так же дал. Лайкори Фрэнкер нажимает БКБ заново. И думает, в кого дать Блэкхолл. Просто морфинга. И вот так два их восстанавливают. Двухкоров восстановил. Два бейбэка было от ВП. Урона пока не хватает, чтобы убить ноуана. Ноуан отошел. Живет. Инигма убили. Хорошо. Инигма выкупится. Два героя выкупились у команды. Ликвид. Ну трон падает. Да ладно. Медвежонкам. Ну нельзя так. Ну это нечестно ведь. Они отвлекаются. Отвлекаются. Они будут забирать. Да, половина здоровья. Там еще и недолоны работают. Сейчас новый появится просто. А пойдут ли волл-инт ликвиды? Или подождите? А смысл? Нормально. Можно переждать. Можно переждать. Там нет героев. У них опять героев живы. Грязная работа. Они могут даже Дорошана дождаться. Ой, это на Мике. О, БКБТП. БКБТП это, кстати, хорошо, да? Если он улетает. Что мне нравится в этой ситуации. Или нехорошо. Потому что улетает он вот сюда. А здесь-то катапульты работают. И его съели все-таки. Ну хорош. Байбек. Они улынят все-таки, да? Ой, Ликвид. Ой, Ликвид. С огнем играете. Реально там сейчас потерять Энигму. А идут, идут, идут. Эпистолблейд. Это был Эмберспирит за два удара. Я убью Эмберспирит за два удара. Байбека нет. Он только-только выкупался. БКБ. Нажал на ван. Фоллс-промис на Медвежонке. Он Медведя пытается убить. Он понимает, что это самая главная проблема. Баллс-промис на Медвежонка. Чтоб ты понимал. А там Лишрак уже. Там уже Лишрак в спине. Резолюшина жжет. Как-то убить. Как-то Шекер. Нет Эхо Слэма. Морфинг. Убили его. Байбек тут же. Заяц. Заяц тоже сошкут. Там Сален. Замедление. Кутгейм. Дрон упал. Дрон упал. Команда Liquid одерживает победу в этой серии. Камбэкнув вниз со счета 0-1. Все-таки Койква на Медведя. Как обычно. Да, ну знаешь, Койква на Медведя. Но вторая карта там. Ведь Койква не Медведя была. Там было тоже жестко. Там и Висп с Тиня сработала стратегия. И этот вот Бокси, который триплой начинает. Сейчас так никто не играет. Бокси, по-моему, МВП этой серии. Вот по сумме двух карт. Такой незаметный герой. Который делал огромный объем работы. С самого начала второй карты. И до самого конца третий. Он был сверхполезен. Ну и в принципе стратегии вот эти Liquid. Вот. Вот я могу сказать, что сильнее. Может быть там по исполнению. Плюс-минус. Наверное, где-то много ошибались. Потому что у нас были игры 21-20. Там все остальное. Но по стратегиям. По подготовке к патчу. Ну видно, что Liquid в двух картах. Ну просто без шансов убили команду. ВП и ВП было сложно. Друзья, ну вот так вот Virtus.pro выбывает с турнира. Результат, но СНГ-команд у нас больше нет. Есть только СНГ-игроки. За них будем топить. Команда Liquid проходит дальше. Мы передаем слово нашим аналитикам. Такова судьба ВП. Подарить нам один из самых красивых хайлайтов Омега Лиги. На той драке на Рошане. Но в итоге проиграть карту. И проиграть серию. Заняв седьмое-восьмое место. Только вышли в плей-офф. А уже вылетели. И хорошо, что в этой аналитике Митяй. Потому что на таких сериях ему всегда есть что сказать. Конечно есть. Достоин себя показали. Подошли к турниру с полной. Ответственностью. Был большой же перерыв у них. Отдыхали ребята. Приехали, обыграли Na'Vi. Обыграли фэфменов. Один раз обыграли ЕГЭ. Ничего не путаешь. И поехали домой. Собственно, выбили, выбили, выбили. Две команды уже в диване воюют между собой. Одна вылетела оттуда. То есть гордиться особо нечем. Я вот ищу, да. Я ищу грань между похвалой в твоих речах. И между таким скрытым сарказмом. Скорее мой скрытый сарказм в том, что судя по силу, следующая команда, которая вылетит, будет ЕГЭ. Если брать точку отчета Virtus.pro, то следующая команда, вылетающая из Immortal, это будет ЕГЭ. Но пока их ждет, по идее, матч сначала с Сикрет. И потом еще матч в лузерах. Давай подскажу. Нет, смотри. Следующая команда, кого с Сикретами матч ждет? ЕГЭ Сикрет сначала. ЕГЭ Сикрет, да. А потом уже в лузерах, они с кем-то будут воевать. А потом в лузерах победитель Biking Alliance. Сейчас будет игра, где кто-то вылетит в Divine. Нет, не в Divine просто. А, вылетит, да, вылетит совсем. Все нормально. Вылетит в отпуск. Ну или домой. На самом деле лучший матч, когда кто-то вылетает. Потому что мы видим, что Ликвиды, вот как раз-таки тоже, подошли к этой игре, к всей этой серии, ну, с задумкой. То есть домой они ехать не хотят. Не зря собрались на Букем. Поэтому собрались и играют на полную катушку. Вот вторая карта. Да, страдастый контроль. Третья карта. Забайтили по итогу второй. Вывести противника вот на интересный драфт. Взять себе Лондруида. Про которого в итоге в Смотлахе просто позабыли. Ну и куча крутых моментов и решений. Типа того же Ишака. Герой с одним из самых плохих винрейтов и редких пикрейтов. Который просто заехал как нельзя лучше. Момент с тем, что тройка, полу-тройка, вообще ушла лесничать куда-то первым левелом. Бегая с зеленым тапком. Мешает там противнику с такими са. С ранквиллами, по дабл-демедж руной. Вторую игру подряд они уже сделали так. Третью. А, третью игру подряд. У них четвертая позиция остается одна. Я не знаю, Тайга, видимо, слишком сильно поверил в себя. Либо сказал, типа, ребята, оставьте мне кач, я выиграю. Вот в этом моменте он себя поверил. ВТВ почти выиграл игру в этот момент. Да, это было очень близко. Несмотря на все нюансы, как сказал адекват. Шикарно исполнил роль жертвы. Ну и этот хайлайт. Если бы, ну, если бы Virtus.pro эту карту победной закрыли, он бы разлетелся по всем соцсетям и все были бы рады. А так он разлетится по соцсетям, но уже через три дня о нем никто не вспомнит. Может быть, нельзя, я буду помнить. А ты думаешь, если бы они... Ты не этот момент будешь помнить. Если бы они выиграли эту серию, люди бы не забыли про этот хайлайт? Да не знаю, ну, было бы просто закономерно. Это, знаешь, в серии хайлайтов из Доты этот хайлайт сразу был бы после пятого инта, где Юниверс летает. Раз же был бы этот хайлайт из Омега Лиги в матче за седьмое-восьмое место. Чисто памятный момент в истории Доту-2. Все так и есть. Так, ну вот момент, когда у Virtus.pro еще... Там один морф справа снизу отдыхает. Нет, ладно, отдыхать не отдыхает. В целом история интересная с тем, что Шедет делал все правильно, то есть спрятал и спрятал, но ему под хорошую нужно было чуть-чуть подхалдиться, чтобы герой появился не в Блэхоле. То есть нажать не прямо сразу, а подождать. Да, то есть с одной стороны, казалось бы, реакция хорошая, да, а с другой слишком хорошая. Нет, на самом деле не знаю, насколько бы это повлияло. То есть с одной стороны, у тебя просто лидерность кулдала Блэхола, но просто больше. Там его же даже не в Блэхол, по-моему, ловили, его там на стан Лешего сажали, еще там что-то в него залетало. Тут даже, не знаю, короче, вопрос о том, спасло ли бы его это, то есть хватило ли бы урона, если бы он появился в другом стане, с возможностью включить перекачку, например. То есть он, очевидно, не может уехать там на вайформе, не может ничего нажать, но он может включить перекачку. Спасло ли бы его это? Я думаю, что не особо. На такшу достойная игра, хорошие шеду демоны, хороший шейкер. Вопрос, опять же, почему этих героев... Пикают? Нет, нет, почему они халдили его до момента драки на вылет? Кого? Шедета? Да, да, да. Шедета? Они брали последние... Все так, все так. Последние 10 карт просто... Там оттренированная раскачка в каждой игре. Вы не уловили. Понятно, он байтит сидит. Нет, нет, секундочку. А теперь поясняю. Ты берешь шеду демона, 10 карт подряд, впадаешь и вылетаешь домой. То есть ты не с первого места из группы вышел, не выиграл игру, то есть ты понял. То есть ты берешь шеду демона, который у тебя не работает. Зачем? Ну, потому что на остальных героях сложнее играть. На шеду демоне с такой раскачкой ты, ну, как бы... У тебя не так много вариантов ошибиться, на самом деле, потому что у тебя банально кнопки некуда кидать, кроме как спасти союзника либо дать вауе куда-то там. Ты не сможешь... Теоретически, если тебе даже предъявят, а где твой кач, ну, хоть что-нибудь полезное на команду, ты скажешь, извините, у меня нету третьего спыла. А где стаки? Скажет, извините, у меня нет третьего скилла. Да, вообще нет. И вопрос этот мы бы задали, но теперь не зададим. У нас на связи, друзья, игрок команды Liquid, которая только что одержала победу в первом раунде нижней сетки, это Микки. Hello, Michael! Hello! So, first of all, congratulations on such an amazing series with an absolutely beautiful last map. Share your emotions with us about it. I mean, I was physically shaking at the end, I couldn't really control my mouse and keyboard. Yeah, it was a crazy game. It was, absolutely. So, let's go step by step and start with the very first map. You ended your draft with Faceless Void and we supposed that it was not the best choice from you, but what do you think personally about this character on that map? I think that map they had a tempo on us. They controlled the tempo of the game for the majority of the game. So, we realized that, you know, we have to change it up and out-tempo them, basically. Because I feel like we, my personal opinion that we are like a better team when we have the tempo on them and if they, we allow them to run it, it's going to be a hard game. Okay, and speaking about the character, you suppose that it was suitable for the draft? What do you say? I mean, Waspface, I suppose it's suitable for your draft on the very first map. We weren't really happy with the pick, but it was like the only pick that we could think of and so we ran out of time. So we just, it wasn't a great pick. Were you considering Arc Warden instead of Void? Yes. Okay, let's go next and speak about the draft on the last map. So you picked Lone Druid and after that Le Shrek, right immediately after your opponents picked their heroes. So was it a strategy of yours? I mean, what is something prepared for this particular series? No, we cannot just like freestyle this series. We figured out that we could just play all drafts that we had previous patches and you would probably work in this meta. So we just tried it and you worked. Okay, and the last question I would like you to ask about Taiga and Boxy. Throughout all the series Taiga was playing some kind of hard laner role. I mean, he took all the farm on the map while Boxy was struggling a lot. So why did that happen? I mean, we had some struggles playing Boxy as a 3D patch. We just figured like, why don't we just change it up? Tommy on position 3 and Boxy on position 4 to switch things up like fresh up or playstyle and catch people off guard, basically. Okay, so thank you a lot, Michael, for joining us and good luck further in the very second round of the lower bracket. Thank you. Bye-bye. Baldj, all was clear. Now we'll discuss we'll talk about an analytical and we'll understand the so you'll help me to read and read the answer to Miki, which he gave us. I already see. Yeah, yeah, he said, we're a team, who's a team. We're a team, just a class. Да, 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 я так и сказал. Мы начали группу с 0.3, да, что-то переехали, ребята вообще не почувствовали. Да, неплохо, только он этого не говорил, но ты неплох, неплохо. Ладно, по порядку, значит, задал я ему вопрос по поводу этой серии. Он сказал, что третья карта вообще сумасшедшая, у него руки тряслись, когда она заканчивалась. Ну, было видно, действительно, что игра получилась эмоциональной. И для одной, и для второй команды. На эшероке, когда его отправили лететь к Матрону, там руки затрясутся. Ты вруби диаболик. В смысле? Это же прямо логово врага. Лети туда, я тебе дам их. Просто их на пятеро труп будет гореть, он же будет сжечь трон, забеги просто внутрь. Да, да, да. По поводу первой карты спросил я, что думали по поводу пика Войда после того, как он у них появился. Мы сомневались в этом персонаже. Микки подтвердил наше сомнение, что герой в итоге оказался не очень хорошим. Они не смогли придумать ничего лучше. Спрашивал, думали ли они о Барквардене, мы такую идею предлагали. Микки сказал, да, думали, но как-то пришли к выводу, что все-таки Войд лучше будет. В результате взяли его и проиграли первую карту. По поводу третьей спрашивали про Лондруида или Шрака. Сказал Микки, что это был драфт с предыдущего патча просто, которым они тогда и играли. Ну и решили его вспомнить и просто исполнить на решающей карте. Ну и последний вопрос, который мы ему задали, это по поводу Бокси и Тайги. Почему так было, что на протяжении всех трех карт Бокси, по сути, отыгрывал саппорта, а Тайга в это время фармил. Ну, это снова возвращает нас к тому, что Тайга в этой команде больше всех изучил патч. И ребята просто решили, что этот игрок будет более резонным, посадить его на кор-позицию, в то время как Бокси испытывает определенные трудности с тем, чтобы играть в текущей мете. Именно поэтому он исполнял роль саппорта. Примерно так, это что касается интервью. Если у нас есть актуализированная сетка, предлагаю на нее посмотреть. Virtus.pro потерпели поражение в первом раунде нижней сетки. Занимают они седьмое-восьмое место, покидают турнир. Больше мы с вами ВП нигде не увидим в рамках Омега Лиги. Ну, а Ликвид выходит во второй раунд и будут ждать соперника, который определится по результатам пары OG-Nigma. Проигравшая команда упадет на Ликвидов и будет играть с ними. Непростая серия будет, кто бы там ни упал. У нас под занавес дня остается заключительная игра. Это Викинги против Alliance. Пока мы ждем, заходите на dota2.ru.gg, если хотите обсудить сегодняшние игры. И также напоминаю вам, друзья, про Battle Hard Challenge, который проходит в рамках нашего сотрудничества с Бабаевский и Mega Drive. Придумывайте свои вопросы, которые могут касаться каких-то актуальных событий из мира киберспорта или наоборот, больше про олдовую часть нашей любимой индустрии. Пишите в чат, лучшие вопросы попадут в эфир. Авторы самых лучших вопросов получат вот такие замечательные подарки от наших партнеров. Поэтому не теряйте время не зря. Пока ждем следующие карты, пишите свои вопросы, а мы их обязательно прочитаем и посмотрим. Скоро вернемся.